Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 11 октября, Православная Церковь празднует обретение мощи преподобной мученицы Великой Княгини Елисаветы. Преподобная мученица Великой княгини Елисавета родилась 20 октября 1864 года в протестантской семье великого герцога Гессендармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 году она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, брата императора российского Александра III. Видя глубокую веру своего супруга, великая княгиня всем сердцем искала ответ на вопрос «Какая же религия истина?». Она горячо молилась и просила Господа открыть ей свою волю. 13 апреля 1891 года в Лазарево-субботу над Елисаветой Федоровной был совершен чин принятия в Православную Церковь. В том же году великий князь Сергей Александрович был назначен генерал-губернатором Москвы. Посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы, великая княгиня видела много страданий. И везде она старалась сделать что-либо для их облегчения. После начала в 1904 году русско-японской войны Елисавета Федоровна во многом помогала фронту русским воинам. Трудилась она до полного изнеможения. 5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю жизнь Елисавета Федоровны. От взрыва бомбы революционера-террориста погиб великий князь Сергей Александрович. Бросившаяся к месту взрыва Елисавета Федоровна увидела картину, по своему ужасу превосходившую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, стоя на коленях в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела горячо любимого и живого еще несколько минут назад мужа. В час тяжелого испытания Елисавета Федоровна просила помощи и утешения у Бога. На следующий день она причастилась к святых тайн в храме Чудового монастыря, где стоял гроб супруга. На третий день после гибели мужа Елисавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце. Она не испытывала к нему ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Она даже подала государю прошение о помиловании убийцы. Елисавета Федоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка, участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфа-Мариинской, в честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы два храма – Марфа-Мариинский и Покровский, больница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве и аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом. 10 февраля 1909 года обитель начала свою деятельность. 9 апреля 1910 года за всеночным бдением епископ Дмитровский Трифон Туркистанов по чину, разработанному Святейшим Синодом, посвятил насельниц в звание крестовых сестер любви и милосердия. Сестры дали обет, по примеру инокинь, проводить девственную жизнь в труде и молитве. На следующий день за божественной литургии святитель Владимир, митрополит Московский и Коломенский возложил на сестер восьмиконечные кипарисовые кресты, а Елисавету Феодоровну возвел в сан настоятельница обители. Великая княгиня сказала в тот день, «Я оставляю блестящий мир, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир, в мир бедных и страждущих». В Марфо-Мариинской обители Великая княгиня Елисавета Феодоровна вела подвижническую жизнь. Спала на деревянной кровати без матраса, часто не более трех часов. Пищу потребляла весьма умеренно и строго соблюдала посты. В полночь вставала на молитву, а потом обходила все палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяжело больного. Она говорила сестрам обители, «Не страшно ли, что мы из ложной гуманности стараемся усыплять таких страдальцев надеждой, на их мнимое выздоровление? Мы оказали бы им лучшую услугу, если бы заранее приготовили их к христианскому переходу в вечность». Без благословения духовника обители, протерея Митрофана Серебрянского и без советов старцев Оптиной в Веденской пустыне, других монастырей она ничего не предпринимала. За полное послушание старцу она получила от Бога внутреннее утешение и стяжала мир в своей душе. С начала Первой мировой войны Великая княгиня организовала помощь фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походной церкви. Отречение императора Николая II от престола явилось большим ударом для Елисаветы Федоровны. Душа ее была потрясена, она не могла говорить без слез. Елисавета Федоровна видела, в какую пропасть летела Россия и горько плакала о русском народе, о дорогой ей царской семье. В ее письмах того времени есть следующие слова. «Я испытывала такую глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто раз больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть, но Великой России, увы, больше нет. Мы должны устремить свои мысли к Небесному Царствию и сказать с покорностью, да будет воля Твоя». Великую княгиню Лисавету Федоровну арестовали на третий день Святой Пасхи 1918 года, светлый вторник. В тот день святитель Тихон служил молебен в обители. С ней разрешили поехать с сестрам обители Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой. Их привезли в сибирский город Талопаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были доставлены великий князь Сергей Михайлович и его секретарь Федор Михайлович Ремес, великие князья Иоанн Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Полей. Спутницы Лисаветы Федоровны отправили в Екатеринбург и там отпустили на свободу. Но сестра Варвара добилась, чтобы ее ставили при великой княгине. 18 июля 1918 года узников ночью повезли в направлении деревни Сенечихия. За городом, на заброшенном руднике и совершилось кровавое преступление. С площадной руганью, избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Первый столкнули великую княгиню Лисавету. Она крестилась и громко молилась, «Господи, прости им, не знают, что делают». Елисавета Федоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала от своего апостольника часть ткани и сделала перевязку князю Иоанну, чтобы облегчить его страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала херувимская песнь «Это пели мученики». Несколько месяцев спустя армия адмирала Александра Васильевича Колчака заняла Екатеринбург. Тела мучеников были извлечены из шахты. У преподобного мучени Селесавета и Варвары и у великого князя Иоанна пальцы были сложены для окрестного знамени. При отступлении Белармии гробы с мощами преподобного мучениц в 1920 году были доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме Равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, святителя Харитона, исповедника, епископа Иконийского, преподобных схемонаха Кирилла и схемонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Празднуется собор преподобных отцов Киева-Печерских в ближних пещерах преподобного Антония Почивающих, преподобного Харитона Сянджемского Игумена, преподобного Иродиона Илоизерского, пророка Варуха, мучеников Александра, Алфея, Зосимы, Марка Пастыря, Никона Неона, Илеодора и прочих, благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицы Анны Лыкошиной, преподобномученика Иллариона Громова Иеромонаха, преподобномученицы Михаилы Ивановой схемонахини, преподобномученицы Татьяны Чекмазовой послушницы. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церкови сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!